Еврозона Евродеградация Приводит его в худшее положение Так как выбранная их модель взаимодействия Не предполагает улучшения взаимодействия С Россией Написал нам Александр Да, Александр, я с вами согласен Насчет евродеградации одним словом И виток действительно каждый раз Который происходит в Евросоюзе Он не предполагает улучшения с Россией Мало того, там запрограммировано в евродеградации Сделать все возможное Чтобы Ну скажем Когда придут к власти другие прагматичные Промышленники или просто люди Которые за мир Чтобы попробовать раскопать Уже там археологически столько навалились сверху Так разрушили Что в принципе можно сравнивать и боевые действия Или вот последствия землетрясения Когда нужно раскопать и достать оттуда Что-то, там еще живые люди А вот нужна техника специальная И собаки бегают и ищут Куда же вот еще есть люди Может есть шанс что-то откопать Вот сейчас цель Максимальное разрушение экономической связи С Российской Федерацией Чтобы потом бегали специальные экономические Нюхательные вот эти вот собаки Искали, что еще осталось Что еще можно сохранить Мало того, все равно нужно разбирать Будет завалы Эти санкции, которые есть Они вызывают страх Очень многих предпринимателей Я помню, разговаривал с одним айтишником Он удрал из Германии В Латинскую Америку Потому что в Германии жить дорого В Латинской Америке Он жил в различных точках И Ну, как бы за те деньги Которые он зарабатывал Жизнь в Германии Это была в однокомнатной квартире А там он снимал бунгало С прислугой Айтишник Потом он перебрался в Британию И Как бы Вот Рассказы айтишника Человека, который занимается Зарабатывать деньги в этой сфере О том, что Что такое сегодня Евросоюз Вот как он был в Латинской Америке Он в Британии Потому что у него там дети В Британии тоже достаточно скромно По отношению с Латинской Америкой И Система налогообложения Система получения разрешения Система выставления на торги Определенных элементов Его сферы В которой он занимается И как потом приходят деньги Как потом блокируются счета Он говорит Это просто ужас И Он обратился с просьбой Как бы Предложение было такое Подготовить аналитическую справку Возможности В его сфере Выхода на российский рынок С точки зрения Санкционной политики То есть Как можно зайти там Через Узбекистан Кыргызстан Как можно зайти через Турцию Грузию Армению Так чтобы он не попал Под санкции Потому что он не знает Может быть его продукт Вполне возможно попадает Под санкционный режим То есть Человек хочет Но боится Значит Запрос Изначально Вот ушло На поиски юристов Которые могли бы понять И объяснить Что находится в сфере Не повторять эти слова Из интернета Которые Нужно зайти Изучить документ Находящийся там На сайте Евросоюза Вот даже если я вам дам Сейчас задание И вы мне предоставите Группу из 10 студентов Они не найдут этого А когда Найдет Один Какой-нибудь Потому что додумается Найти юриста Правильного Ему пришлют Распечатку В ней ничего Понятного не будет Несешь ты ответственность Или не несешь Вот если Айтишник продал Ну допустим Софт на потребление Телевизионного канала То есть Я включаю компьютер А у меня Вся программа Российской Федерации И вдруг Кто-то этим софтом Воспользовался И слушает Вести ФМ Прямо на территории Евросоюза Это Противоречит закону Ведь некоторые И СМИ Под санкциями И ответ Не очень прост И в этом отношении Желание убить Просто любое Инвестиционное развитие То есть Чтобы никто Даже не касался Это желание Превратилось В фанатическое действие И вот это Фанатическое действие И вызвало Непосредственно То что в Германии Германию Сейчас в Европе Слово пошло Кто-то его бросил Я даже не знаю Кто первый Это сейчас сказал Но за Германией Закрепилось Это сравнение И в принципе Ну справедливо Германия Снова больной человек Европы Статья прям Одна за другой Сейчас перепечатывается Вначале вышла В Британии И бывает такое Принцип домино Срабатывает Получается Как бы Ну невозможно Сейчас избежать Этого разговора Но Германия Больной человек Европы Сравнение Очень жесткое Я считаю По поводу Больного человека И все Наши Мысли Вот все наши Ассоциативные Какие-то Мысли Что связано С больным человеком Они понятны Во-первых Больного надо лечить Во-вторых Давайте по-честному Кто не был на Западе Сейчас вообще Будет в шоке Кто был на Западе Он со мной согласится В Европе В Германии Это вообще очень развито Во Франции Я так скажу Намного меньше Но тоже присутствует Очень развито Это в Голландии Это очень развито В Бельгии Прям безумно развито Ощущение Вот морально-нравственное Сопровождение больных людей Выглядит примерно так Один раз К тебе помогут У меня есть хороший знакомый Он когда-то делал По заказу Мне кажется Это тогда Жена Саакашвили Заказала ему Фотокнигу Царицы Тамары То есть Дороги Такие места В Грузии Которые красиво Могут привлекать туристов У него произошла травма Он упал В общем Его парализовало На 9 месяцев Еле вытащили Из этого состояния С болями ходят К профессиональной деятельности Очень тяжело возвращается И вот он рассказывал Что Когда только упал Все звонили Говорили Чем тебе помочь Чем тебе помочь А он говорить не может Потому что он парализован Ему дали такую систему Специфическую Чтобы он мог отвечать На погромкой связи И все вздыхали Все сочувствовали Через месяц Ни одного звонка не было Через 2 месяца Он своему близкому другу Звонит и говорит Слушай Ну хотя бы позвонил Спросил бы Мне нужно Я лежу в сознании Но я лежу постоянно Хотя бы с кем-то поговорить И услышал ответ Услышал чудовищный ответ Но для меня Это типичная ситуация Я не могу сказать Что это присуще Всему западу Там всем немцам Нет Знаю других людей Знаю тех Кто дома ухаживает За матерями Которые больны Альцгеймером И у людей психика Расшатно-наглухо Но они своих матерей Не отдают Тоже в Германии Тоже есть такие немцы Но это исключение А вот те Которые говорят Что Ты знаешь Твое болезненное состояние Очень сильно на меня давит Психологически И я уже стал Обращать внимание Что я гружусь Своими проблемами Больше чем своими Поэтому я решил Взять какую-то паузу Я к тебе очень хорошо Отношусь А теперь смотрите Беру это раз И переношу Сразу это мышление На экономику Германии Кто-то запустил Сейчас этот нарратив Германия Снова больной человек Европы Нарратив Приходит из Британии Как относятся К больным людям Европейцы Ой давай Повздыхаем Немцы больные Ой а чем же вам Помочь Ой а как же вам Германия помочь Может вам Электроэнергию продать В 4 раза дороже Можем мы Соединенные Штаты Америки Это был звонок Байдена Ну да пожалуйста Берите вот Жиженный газ 4 раза дороже Чем российские Ну ваш проблем Чем вам помочь Дальше Французы Тоже Макрон позвонил Говорит Ой чем же вам помочь Вы же так больны Ну у меня есть Атомная электроэнергия Берите тоже В 2 раза дороже Чем она была у вас На территории Дальше позвонили Конечно поляки Поляки позвонили Не знаю там Моровецкий Или кто там Позвонил Дуда И говорит Ой у вас проблемы Вы больной человек Ой давайте мы вам поможем Есть такая технология Человек стимулируется Очень сильно Если он болен Если ему становится Еще хуже Тогда вот есть понятие Болевая терапия Там иголки Вгоняют под кожу Но мы по другому Знаете что Чтобы вас стимульнуть Чтобы вы поняли Что вы больной человек Больная экономика Давайте мы вас стимульнем Требованием Дайте нам 300 миллиардов евро За вторую мировую войну И положил трубку Все И еще и в суд подал И еще дипломатов вызвал И дипломатическую ноту сделал А еще потом всем дипломатам Которые в Германии служат По всему миру Всем разослал это требование И потом еще так Демонстративненько сказал Интересно реагирует МИД Германии На требования о выплате Очень интересно Нету одного поля восприятия Кто еще мог позвонить Швейцарцы Швейцарцы Ну там же постаралась Непосредственно Негрет Это не Негрет А как ее Штракт Циммерман Штракт Циммерман Глава Оборонного комитета Бундестага Тоже Она у меня в списке Особо любимых Политиков Которые сказали Что Фолькштурм Который Гиммлер Учередил Если что Можно возродить Еще русские держитесь Ну так В юмористической передаче Сказала Ну давайте возродим Нацистскую организацию Русские держитесь Ха-ха-ха Мне очень смешно Кстати Штракт Циммерман Если я вас помню Мой вопрос Все еще на полке Это очень легко Ответить Как делают другие политики Кто были ваши предки Во время Второй мировой войны Дяди, папы, мамы Дедушки, бабушки Как вы относитесь К их деятельности В принципе В свободном пространстве Это не секрет Многие говорят об этом Дистанцируйтесь ли вы От этого И вообще Какой Они занимали В иерархии Нацистской Германии Пост Если они его занимали Может под Сталинградом Погибли И у вас действительно Реваншизм живет Ну просто публичности Надо знать Лоббируете вы просто Интересы Оружейников Ну непосредственно Кто продает сейчас Технику И это Все ложится на плечи Налогоплательщиков Германии И кто-то зарабатывает Вы их лоббируете Или все-таки есть Такой маленький комплекс Реваншизма Штракт Циммерман Я как всегда знаю Что вам это на стол положат Но идемте дальше Германия большой человек Швейцария Швейцария говорит Вот Штракт Циммерман Пробовала нас Обучить нейтральности Она сказала Что мы не считаемся Швейцарцы С проблемами соседей Мы считаемся Мы остаемся нейтральными Сказала Швейцария И вот больной человек О котором пишут Сейчас в Германии Это немецкая экономика Которая действительно Застряла в определенных местах И все соседи Которые поиздевались Сейчас над больным человеком Это называется Экономика Германии На самом деле Занимаются своими делами Ну вспомнят опять Ну Я тебе пиццу закажу По телефону в больницу Не буду я тебе бульон нести Это чужой менталитет Он для многих непонятен Но это правда Они так друг к другу относятся И в этом отношении Германия остро нуждается В инвестициях Ну кто же ее даст Эту инвестицию Немцам там Даже само государство Не хочет инвестировать И давать Вот я в первом части Сказал в самом конце О том что В принципе претензия Правильно Где застряли Безвозвратные деньги Из Евросоюза Чтобы Польские Предприниматели После пандемии Восстановились Где эти деньги Кто такой вредитель Кто занимается саботажем Что этих денег нет еще У польского народа Ну вот они там Будут судиться сейчас Вот такой же вопрос К немцам А где эти деньги Которые по идее Должны были бы Компенсировать сейчас Большому индустриальному Немецкому бизнесу Определенные вещи Вещь номер один Лежит на поверхности Полная и безоговорочная Капитуляция На территории России Немецкого автопрома Китайскому автопрому Шахмат Проиграли Ушли Им сказали Чтобы они ушли Не потому что Они политически Такие жестко мотивированные Им просто сказали Там кстати Сплыла интересная вещь В том числе Автопром должен уйти Не потому что Это может Как-то Существенно Повлиять на экономику России Нет Оказывается Возможна Передача технологий Которые могут Использоваться Российской Федерации Начиная от чипов Машинов Заканчивая тем Что машины Можно как-то Ну По-другому Там Не знаю Бронировать Пушку В лобовое стекло Вставить Не знаю Что там можно делать Но в том числе И эти мысли Были при аргументации Когда давили На немецкий автопром Чтобы он уходил Из России Вы понимаете Кто давил Ну не Бербок Давила Ну смешно просто Она не может Продавить Такую империю Как Фольксвагель Такую империю Как Даймлер Вот И разговор О больной экономике Который Из Британии Начался Связан Между прочим Не просто С оценкой Ситуации В Германии Ну Жирок то есть Запас прочности У экономики Германии есть И разговор о том Что смотрите Внимательно Внимание Вот здесь Вот рецессия Рецессия началась Уже в первом квартале Этого года У нас уже четвертый квартал Считается там Три года падения ВВП О Внимание 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 Смотрите Внимательно МВФ Международный валютный фонд Посчитал Оказывается Все страны Будут развиваться А Германия Ну Я имею ввиду сейчас Ж7 Как минимум Так вот В группе Ж7 Германия единственная Кто не будет развиваться Таким темпом У нее очень маленький темп И вообще Вполне возможно Как это принято Интересно говорить Отрицательный рост ВВП Задержка очень сильная По отношению К другим странам Просели Неимоверно И вы знаете С точки зрения Аналитического круга Когда мы сидим И Будут меня Обвинять В том Что я Пропагандирую Как в Германии Все плохо Я так ненавижу Немецкую экономику Не-не-не Ребята Вы стрелки Не переводите В Англии Когда говорят о том И громко говорят О том Что Не в Англии В Британии О том Что смотрите Экономика Германии Просела Она в рецессии МВФ Говорит Что рост будет Совсем другой Замедленный рост Вообще сравнить нельзя Это Подлейший Шаг По отношению К больному Человеку Если я Инвестор Я буду Инвестировать Деньги Тому Кто болен И мне его жаль Мне нужно его поднять Не Ребята Вам сейчас нужно Напечатать слова Эльфа и Петрова Большими буквами И в принципе На каждом шагу Раздавать листовки Все что связано С экономикой Германии Оно подходит Под принцип Нашей В принципе Классики Дело Спасения утопающих Дело рук Самих утопающих Точка И Когда Британия Начинает Это движение Я смотрю Как перепечатали Бах уже на французском Бах уже На немецком Во многих местах Притом Сетку там Мы составили Давно Кто реагирует На запросы Извне В немецких СМИ Ну то есть Понятно Вот это Внутренне ориентированные На немецкую Экономику Политику Общества Эти новостные СМИ А вот эти Конкретно Танцуют По методичке Там ярко выражено Уже есть СМИ Которые по методичке Бах Они перепубликовывают Тоже Британские Рассуждения Об экономике Германии А вот это и есть Удар подлости По больному Человеку Потому что Ни один инвестор Не будет сейчас Инвестировать в Германию Зачем инвестировать Туда Где нет прибыли А если нет прибыли То надо искать Новые места И хедж фонды Которые Начинают Блэк Рока Который один из Мощнейших И понятно Штаб-квартира Конечно же В США Конечно же Распределяя Свои инвестиционные Потоки А вы Обратите внимание Есть еще Такие же Мощнейшие фонды В Индии Есть такие же Мощнейшие фонды В Китае То теперь вопрос Если вы Директор фонда Который инвестирует деньги Если вы Частный предприниматель А не директор фонда После того Как вам Очень грамотно Разложили по полочкам Что Германия Это больной человек Европы С точки зрения экономики Будете ли вы Туда инвестировать деньги Конечно Вас может поинтересовать То что можно купить За ноль Ну за один евро И перенять там Технологию Как когда-то Продали с сохранением Рабочих мест Там целый завод Нокия И после этого Нокия совсем исчезла Купили для того Чтобы больше не было Конкурентов Но это отдельная игра А вот с точки зрения Когда вы точно знаете Дали тысячу рублей Хотите получить Тысячу сто Дали один миллион Хотите получить Миллион и сто тысяч Вот с этой точки зрения Борьба начинается Информационно Все кто когда-то Следил за биржами Прекрасно знает Что биржа Во всех торгах При всех расширениях Когда что-то выводится Там все фильмы Голливудские Забудьте Вот эти Инсайдерская информация Потом пришло ФБР Арестовало Майкла Дугласа И выяснилось Что он идет на сделку И такие Все плохие А на самом деле Разговор идет о простом Знали что кто-то Выходит на биржу Знали что будет Медийная шумиха Эту медийную шумиху Устраивали Это очень прибыльно И те кто два года назад Знали что нужно Вложиться в Райан Метал Потому что государство Будет покупать танки Для поставок на Украину Они сделали это Два года назад Они когда уже все узнали Что у них дополнительные заказы Идут из государства Притом еще и Евросоюз помогает И это относится не только к Райан Метал Ко многим производителям оружия А если вы знали пять лет назад Что нужно будет срочно Производить маски И вложились в это То вы заработали на масках Во время пандемии Потом эти маски Уничтожаются Евросоюзом Скупаются какие-то лаборатории Воруются умные люди Которые занимаются исследованием В этой области Я имею в виду Воруются не в смысле мешок на голову А им делают предложения От которых невозможно избавиться Напоминаю В овальном кабинете В Вашингтоне Был приглашен один из главных Немецких игроков На рынке Вакцин против ковида Просто Вот так вот Раз За два дня и встречу устроили Президент США И какой-то там директор Маленького предприятия У которого есть прорывные технологии Это по поводу воровства Так вот Инвестиционная политика Внешних игроков в Германии Она на сегодняшний день Будет убита такими репортажами Никто не будет инвестировать деньги В больного человека Это закон И он писан на этот закон Ни один Председатель совета директоров любого фонда Не возьмет на себя такую ответственность Ну что его сместят просто Поставят другого Который не принимает таких решений И конечно же это Все ж таки Медийная спецоперация Против Экономики Германии Конечно же И она на все сто процентов Соответствует положению вещей Слабый канцлер Политика перехода Из одной электроэнергии В другую электроэнергию Во время перехода Ну извините Сами по себе Вы отказались от атомной электроэнергии Вы отказались от угольной электроэнергии У вас нету достаточного количества Солнечных батарей У вас нету количества Достаточно чтобы Ветряные мельницы Крутились И вырабатывали электроэнергию Этого хватает только на домохозяйство А не на мощный Индустриальный блок немецкий Соответственно Заказы падают Конкуренция выросла Неимоверно И в этот момент Вдруг оттуда же Из Британии Раздается голос А не зависит ли Немецкая экономика От китайской экономики Так же как когда-то Они зависели От российского газа Я отвечаю Зависит Для этого Особо даже не надо Изучать Тонкости оборота В 330 миллиардов Которые есть Между Германией и Китаем А нужно понимать Что это Мощнейшая экономика Просто Китай На втором месте США И конечно От них зависит Очень много Кто Перефразирую Сейчас одно СМС Мне кажется Что Германия Так себя ведет В надежде И гробит свою экономику В надежде На получение Наших ресурсов Нет Не думаю То есть Надежда на то Что они придут Леопардами В Москву Я такой надежды Не вижу И что они получат Бесплатно российские ресурсы Я такого тоже не вижу Конечно нет Я вижу другое Я вижу Специфическое правительство Которое Ну скажем так Вполне возможно Когда мы говорим О проигрыше Немецкой индустрии В этот же момент Сидит человек Просто с другой идеологией С другой философией И говорит Это же прекрасно Мы победили И он в это верит Потому что Должны действительно Стоять ветряные мельницы Все должны Друг другу улыбаться Употреблять Легкие наркотики Которые Разрешены Законом И все должны Ездить на велосипедах Это философия зеленых Они побеждают И Для них Каждый шаг По деиндустриализации Германии Является маленькой победой Насколько Это враждебно По отношению Вообще осмысления Философский Это разговор Или они по заказу Работают Пусть разбираются Спецслужбы Германии Вот Татьяна написала Тоже Зацепила Меня К сожалению Сейчас смертельно Больной человек Европы Это Украина Как бы горько Это не было Татьяна С вами согласен Но у меня такое ощущение Что Украина Не смертельно Больной человек Вы знаете Во многих фильмах Это нам уже Вбили В восприятие Это так и есть Минуту назад Близкий тебе человек Был нормальный Тут его кусает зомби И это уже живой труп И этот зомби Бросается на тебя Хотя он минуту назад Был Твой близким Тебе человеком Не смертельно больной Они уже зомби Вот Если вот Пользоваться Вот такими аллегориями И Я соглашусь с вами Как бы горько Это не было Но я иду дальше По Германии По разговору Об инвестициях Почему это так важно На самом деле Атака Которую предпринимают Из Британии Я не думал Что я это сделаю Но я это сделаю Существует организация Она не только в Германии Присутствует Я думаю Это название Знаете Есть бренды Которые ты узнаешь Вот сейчас Я вижу Много китайских машин А я не знаю Как называется Эта машина Вот сейчас Там пару наименований Ну не знаю Ну три знаю Есть 60 различных Представителей Китайского автопрома Я знаю три Есть работа Долгая, длинная И усердная По узнапоемости бренда И когда ты узнаешь Бренд Это значит Долго работали Потому что мы знаем Как выглядит значок Мерседеса А знаем ли мы Как выглядит Значок Хавала Ну например И в этом отношении Это работа Это маркетинг Пиар То есть это Годы делается И вот один из таких брендов К сожалению Отрицательного смысла Это для меня Стал коммерцбанк Коммерцбанк На территории Германии Ведет очень специфическую деятельность Они закрывают счета Людям с российскими паспортами Не объясняя причин Они закрывают счета И ограничивают Деятельность Тем у кого Например Член семьи Гражданин России Хотя вид на жительство В Германии На постоянке И все это Знаете так Внутренняя политика Коммерцбанка Я считаю Что эти действия Ставят под вопрос Является ли этот банк Действительно банком Который дискриминирует Людей По Национальному Или другому признаку То есть они Расисты В прямом смысле слова Ставлю большой Жирный Вопросительный знак И думаю Когда-нибудь Мы узнаем Правду По поводу Почему Коммерцбанк Так относится к русским На сегодняшний день Это ярко выраженная Организация Которая Дискриминирует Русских Но тем не менее Почему я сейчас О коммерцбанке В другом контексте Потому что хочу Процитировать Главного экономиста Коммерцбанка Кремера Так вот Главный экономист Кстати Главный экономист Займись вопросом Дискриминации Потому что Если за вами закрепиться Что вы Российская организация Не отмоетесь Так вот Министерство экономики Защиты климата Германии Не видит шансов Для оживления Экономики Даже В среднесрочной Преспективе Привет всем инвесторам Это Министерство экономики Дальше разговор О падении производства Дальше О том Что розничные продажи Очень сложные Там Инфляция Стагнация Что вместе Стагнация И инфляция Это стагфляция Дальше Вот почему Я вспомнил Этого Кремера Главного экономиста Потому что Он рассуждает На тему Что пути Выхода из кризиса Правительство Германии Еще Не предоставило И во всех Этих Рассуждениях Есть еще Огромное количество Моментов Которые На первый момент Не видны Бэйби Бум Был период Рассвета В том числе Экономики Германии План План Маршалла США Дает Под Супер На супер Условиях И прокачивает Экономику Федеративной Республики Германии Так что Немцы Взлетают Рост от 11 до 15 Процентов Ежегодный ВВП План Маршалла Ну план Маршалла Был чуть-чуть В Голландии Чуть-чуть Во Франции Но в Германии Понятно Почему он был Особый Для того чтобы Восточные Немцы Смотрели Завистью На западных Американцы В этом отношении Сделали прагматично И мудро Я скажу так С точки зрения Врагов Наших Геостратегических И рост был Когда такой рост Когда ты работаешь Мало Когда ты каждые 5 лет Простой рабочий Можешь поменять На новую машину Это золотая эра И в этот момент Происходит Бэйби-бум Если мы Отсчитаем Сейчас Когда произошел Бэйби-бум Когда Германия По приросту Населения Дети И демографические Вопросы Были определенного Плана В хорошем Смысле слова Вот этот Бум Это те Кто сегодня Уходят на пенсию Притом массово В течение 5 лет Многие уйдут На пенсию Президентность Труда падает Ну что Профессионалов Оставлять после 70 Иногда И надо И после 70 Оставлять Смотря в какой Отрасли Ну крути Не верти Если это Конверт То вряд ли Если это Политика То легко И Вот сейчас Последствия Бэйби-бум Сказывается в том Что Например Дефицит Преподавателей Огромнейший Ну нет Учителей Все Уходят Все на пенсию Вот массово А где взять новых Ну где ты возьмешь Новых Если например В школу Набора Полицейских В Берлине Основной Отказ Там Недобор Там не хватает Полицейских В школу То есть они Понимают Что сейчас И дальше Будет Нехватка Теми Кто следит За правопорядком Отсев Очень простой Они по-немецки Не говорят Достаточном уровне Чтобы быть полицейскими Города Берлина Представляете Отсев Почему Потому что На немецком Говорят Недостаточно Хотя это Граждане Германии И что будет Теперь с преподавателями Что будет С инженерами Которыми гордились Классика Ой Немецкая точность Немецкая пунктуальность Но это Вчерашний день На сегодняшний день Количество Задержанных И отмененных Поездов Настолько Сильно Что Швейцария Специальным Регламентом Запретила Поездам Из Германии Входить на Свою территорию Если они Не вовремя Это делают То есть Вот Швейцария Осталась С пунктуальностью Швейцарские Часы Пунктуально Ну Сейчас Не реклама Часа Сейчас Разговор о Немецкой пунктуальности Немецкому орденгу Швейцария Говорит Не ребята Не надо у нас Хаос создавать Своим хаосом Да свитос И правильно делает И соответственно Конечно же Когда крупнейшая Экономика От лидерства Становится Отстающей Даже Испания По росту Будет обгонять Я думаю Кстати Польша Тоже по росту Будет обгонять Германию То конечно же Разговор Сводится Как выйти Из этого Когда безработица Сегодня вроде Три процента Там 4 с половиной Ну там Есть хитрости определенные Временная работа Социально гарантированная Работа Трудозанятость Звучит все красиво Но когда у тебя Кадровый голод Когда у тебя Инвестиционный голод Когда у тебя Энергетический голод Когда у тебя Политики начинают Говорить о том Что ребятки У нас заполнено Газохранилище На 94 процента Ну вы пожалуйста Этой зимой Экономьте Как и прошлое А может быть И больше экономьте Потому что Если каждый Не будет экономить Кризис начнется Ну то есть Вы не мойтесь Каждый день Или хотя бы там Раз в неделю В баньку Потому что Банька тоже денег стоит Не дровами топлива На электричество То соответственно Те кто об этом Рассуждают Главы кабинетов Могут отдать На визажиста 70 тысяч евро В год Ну и там На фотографа Еще тоже 70 тысяч евро А может быть И больше Я конечно же О действующем кабинете О правительстве Германии И вот это Превосходство Отраслевое Которое было У Германии Оно же было Но оно же было Заложено Когда были Постоянно Новые инвестиции Инвестиции Это значит В том числе И регистрирование Новых патентов Новых технологий Ноу-хау А теперь Зачем инвестировать В больную экономику И то что это Выходит из Британии Ну знаете Это и есть Настоящий разговор Внутри Вот этого Террариума Конечно же С точки зрения Геополитики Дойная корова Германии Может перестать Быть дойной коровой Потому что Я сейчас имею ввиду Мечту Борреля Ах давайте Еще 10 стран Ну давайте Господин Боррель Еще 10 стран Повесим На экономику Германии Ну и немножечко Франция Или там Италия Вся в долгах Будет как-то Нести все это У нас сейчас Где-то По времени По внутреннему Чувству Тайминга Должна быть Техническая Бауза Правда? Ну чуть меньше Чем через минуту Будет техническая Пауза И после технической Паузы Я перейду К министру Обороны В Великобритании Расскажу В чем нюанс Где там Собака Зарыта В этом отношении Тоже очень интересно Так вот Противовес И противостояние Атака идет На Германию Чтобы Германия Стала избавляться От китайской Зависимости Товаров На самом деле Это глупость Потому что Просто Других предложений Нет на рынке Это значит Вести сейчас санкции Как против России И обрезать полностью Экономику Мне кажется Что этого больного Человека Хотят реально Лопатами забить И захоронить Телеграм-канал Сергеенко Подписывайтесь Сейчас регион Уходит на местные Новости Ко всем остальным Мы вернемся После очень короткой Паузы Буквально Через Несколько секунд Продолжаю разговор Сейчас Закончу Проэкономику Перейду к Волосу Энергетический Переход Это болезненная Вещь Для некоторых Она фанатическая Я же говорю зеленые Могут чувствовать Что они даже Выигрывают И Здесь появляется Противоречие Я обратил внимание На постоянную ложь Которая присутствует В информационной политике Мне очень неприятно Когда Наши коллеги Или скажем Смежные профессии Имеющие отношение К оценке Работы СМИ И прочих вещей Начинают Рассуждать С точки зрения Запада О процессах Связанных с Экономикой Между Россией И Германией С точки зрения Пропаганды Почему неприятно Потому что я прочитал В пропагандистском ресурсе Дойче Веле Это государственно-пропагандистский ресурс О том Что оказывается Газпром виноват Что даже В холодную войну Это было Всегда Поставки Гарантированные Газа И Вот Ненадежность Кремля Это в том Что в одностороннем порядке Газпром Перестал Поставлять газ И тем доказал Что это неправильно Была ориентировка Что вот этот Нарратив Что в холодной войне Газ был поставлен А сейчас вот нет Что теперь нужно понимать Что России Доверия нет Подлицы вы Господа В Дойче Веле И не больше И не меньше В своем пропагандном Государственном ресурсе Потому что Вы прекрасно знаете По поводу Турбин По поводу Ремонта турбин По поводу Как Канада Не давала турбин То есть Россия должна Так Мы прокачиваем газ И сейчас у нас Взорвется Потому что На самом деле Посадите немца За руль машины У которой техосмотр Просроченный Посадите А то есть А Россия должна Прокачивать С просрочными Или с теми Кто действительно Находится под угрозой Лопастями Турбинами И всякими другими Насосами Которые сделаны Сименсом Должны в одностороннем Порядке Делать то что вы говорите Вы просто такие Ну заказные Дешевые Вруны И прекрасно вы знаете Что в принципе Можно было бы Вопрос решить С поставкой турбин В том числе И с Канады С чипами Которые туда Вмонтированы Правда В эти турбины И которые могут Контролировать Как что и как Останавливать Но можно было бы Договориться и позже Через месяц И через два И даже в судебном порядке Если что-то Газпром нарушил Но что язык Не поворачивается Поговорить о том Что скрывает Правительство Германии За взрывами На Северном потоке Два Это типа В одностороннем порядке Газпром виноват Я Действительно Вручаю премию Под лица неделю Пропагандисту Дойче Велле Который написал Вот эту Заказуху О том Что Газпром В чем-то виноват С большую медаль Под лица И вот Опять же Получая моральное удовольствие Они же слышат все И Идем дальше По поводу Бэйби Бума Я сказал Значит Вопрос Немецкой экономики Краткосрочная Перспектива Рост Да Сейчас будет Отток инвестиций И Время Которое облизится Это время Кризис менеджмента Высших эшелонах власти Высшие эшелоны власти Должны успеть Сделать Какую-то перестройку И вот это ожидание Перестройки Это последняя надежда Шольца Не будет экономической Перестройки Сейчас в Германии Ну Значит Не будет Шольца То что его не будет В следующем правительстве Это я не уверен Потому что они могут Объединиться С бывшей партией Меркель Войдет он Каким-нибудь Министром экономики Или финансов Или его партия Кого-то предоставит Но сейчас Вопрос Очень остро Не будет Экономического плана Не будет Экономической Перестройки В Германии Этому правительству Жить осталось Недолго В экономическом И в политическом Смысле слова И обещанная тема По поводу Бен Уоллеса Министра обороны Британии Которого как-то так Поспешно Убрали Дорогие друзья Все очень просто Тот кто покупал Машину в салоне Он прекрасно знает Когда машина Новенькая Тебе говорят Вот есть простая Комплектация Комплектация Бюджет Только передние стекла Электрические Опускаются Когда у вас Вы говорите А можно чтобы Задние тоже Опускались Да конечно Плюс там 3000 рублей А можно чтобы Гидравлика на руле Была Ну да конечно Плюс 5000 рублей И у вас дальше Из бюджетной Комплектации Переходят Некоторые вещи Совсем не в бюджетную Комплектацию И вы сталкиваетесь С тем Что ваша машина Уже обладает Электроникой Уже дисплей Современный АБС работает Подушка безопасности Открывается На боковых ударах И цена на машину Стала такой Как например На поддержанный Трехлетний аналог Ну какого-то Другого производителя И вот эта разница Между базовыми Вариантами И небазовыми Вариантами Это на самом деле Очень серьезно Военной техники Военной технике Точно так же Существуют Базовые варианты Потом Существует Базовый вариант Например Из фильмов Многие помнят Вот этот Замечательный Воспетый Голливудским Имиджем Вертолет Боинг ЦЧ-47 Чинук У него Две лопасти Которые друг от друга Отдалены И они То грузы перевозят То они перевозят Даже Бронетехнику То высаживают Десант То они эвакуируют Технику Для ремонта И кому-то В НАТО Пришла идея Давайте Вот Британия Богатая Мы на нее Повесим Закупку Определенных Вертолетов Чинук И Эта Закупка Произойдет Для того Чтобы воевать Дальше На Украине Вы знаете Там базовый Вариант Стоит Порядка 30 миллионов Долларов И выше Базовый Но если усилить Бронирование Если усилить Вооружение Если Там Модификация С новым Двигателем С новыми Лопастями Ну там Может быть Вообще Электричеством Они будут Заряжаться Я же не знаю Насколько они Модифицированы На сегодняшний день Шучу конечно Но там есть Начинает Дозаправки В полете И система Десантирования Заканчивает Действительно Системой Вывоза Техники С поля боя Для того Чтобы эвакуировать И где-то Отремонтировать И тогда Цена возрастает Иногда Аж в два раза Она может вырасти Потому что Кроме того Что вы Как на ворот Этот вписали Я хочу Такой вертолет У вас еще Появляется База Технического Обеспечения А также Ремонтная Которую Нужно Всеми этими Вещами Как-то Заполнить И когда Бен Уоллес Решил Что Закупка Вертолетов Она не в Интересах В Великобритании В принципе Можно сэкономить Потому что В ближайшее Время Британские Силы Не собирают Нигде Не высаживать Свой десант Нигде Свою технику Эвакуировать Если уж По Монклинским Фонклинским Островам Что-нибудь Снова Произойдет Там нужна Другая Техника А не Эти Вертолеты То В принципе Я его Как министра Обороны Пойму Ну Может Есть Подводные Какие-то Варианты Но Еще Я Больше Пойму Человека Британца Который Скажет А вы Знаете Я бы Хотел Быть Генсеком НАТО А ему Говорят Американцы Не будешь А он Говорит Тогда Я Вертолеты Не куплю Американские А ему Говорят Ну Тогда Их Купит Кто-то Другой И На самом Деле Вот Она Технология Распределения Рабочих Мест У Англосаксонов С вами Был Владимир Сергеенко Большое Вам Спасибо Подписывайтесь На мой Телеграм Канал А мы С вами Услышимся В следующие Выходные Программа Еврозона По субботам И воскресеньям С 11 До 13 Ее Автор Бессменный Ведущий Писатель Публицист Владимир Сергеенко Не переключайтесь Еврозона